МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящего вторника и минувших праздничных выходных вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Бери на камеру, сейчас я сломаю тебя. От использованных шприцев, дартутных, люминесцентных ламп. Вблизи Перми активисты и экологи обнаружили 50 тонн опасных медицинских отходов. И внутри моем тоже, в окнах все. Как-то всем приятно, когда чистота вокруг. Праздник весны и труда. В столице Прикамье прошли общегородской субботник и первомайская демонстрация. Ты мой тортик безвитный, Люблю я тебя, Джульетточка моя, Не могу без тебя. Ни Ромео, ни Джульетта. Театр «Сцена молод» представит свое видение классического сюжета. Большой пожар чуть не уничтожил Краснокамскую фабрику деревянной игрушки. За считанные минуты огонь распространился на площади более 300 квадратных метров, сообщает в региональном МЧС. Информация о ЧП поступила туда в 14 часов 38 минут. Локализовать пламя удалось за 2 часа. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 55 пожарных. Пострадавших нет, причины возгорания выясняют. Гибли на пожарах и в дорожных авариях. За три праздничных выходных на автотрассах края случилось 25 ДТП, в которых 4 человека погибли, 28 получили травмы. За эти дни автоинспекторы задержали более 230 нетрезвых водителей, один из которых сбил двух четырехлетних детей. 1 мая 2017 года около 20 часов возле дома по улице Заречная, деревня Отняшка Чернушинского района, водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил наезд на двух малолетних детей, которые находились на обочине дороги. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся. Спустя три часа нарушителя обнаружили в Чернушке. Пытаясь избежать ареста, он выехал на полосу встречного движения и протаранил служебную машину. За рулем «семерки» оказался 38-летний местный житель. В прошлом году он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жизни детей врачам удалось спасти. Пять человек в минувшие выходные погибли на пожарах. Так, в воскресенье в Аханском районе в собственном доме сгорел пожилой мужчина. Предварительная причина – неправильная эксплуатация электроприборов. В тот же день на станции Чайковская в Нытвинском районе на пожаре погибла 81-летняя женщина. В этом случае возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. А 1 мая с огнем боролись в селе Серега Кунгурского района. Вблизи населенного пункта загорелась сухая трава, огонь стеной шел на дома, но пожарным и местным жителям удалось отстоять населенный пункт. Еще одна стихия – большая вода пришла в Прикамье. Как сообщает региональный МЧС, накануне повысился уровень реки Бабка в Кунгурском районе. В итоге произошел так называемый перелив через дорожное полотно двух мостов, которые соединяют село Моховое с деревнями Липово, Зейково, Плашкино и Подкаменное. Прямое транспортное сообщение с этими населенными пунктами сейчас нарушено. Добраться до них можно только в объезд, либо через пешеходный мост. Непростая ситуация складывается и в Чусовском районе, где из-за образования ледяного затора на реке Усево затопило несколько домов в деревне Бобровка. Синоптики прогнозируют, что пик паводка придется на 5 мая. По предварительным данным, прошлогоднее бедствие нынешней весной не повторится. Токсичнее некуда. Вблизи Перми активисты-экологи обнаружили гигантскую свалку медицинских отходов. По их подсчетам, объем мусора там составляет более 50 тонн. Но общественников встревожил не столько масштаб свалки, сколько состав мусором. Помимо использованных шприцев и пробирок, они обнаружили вещества самого опасного класса вредности – Г, в частности, ртуть. Вместе с активистами на месте свалки побывал Евгений Гуляев. Добраться до свалки отходов непросто. От Перми около 20 километров. С шестой космонавтов уходим в сторону деревни Чуваки. Вскоре после нее дорога пропадает. Сама свалка отходов очень хорошо спрятана от посторонних глаз. 20 километров бездорожья. Пешком мы не добраться. На легковом автомобиле не доехать. Без полного привода не обойтись. Поэтому сегодня нам на помощь пришел настоящий внедорожник УАЗ. К слову, в том месте, куда мы едем, полностью отсутствует сотовая связь. Пункт назначения – бывшая военная база Бабичева. При въезде – ворота с грозной надписью «Осторожно, собаки, без привязи». Забора нет. Пройдя на территорию, обнаруживаем свалку. Использованы шприцы, емкости от препаратов, пробирки. Объемы немалые. Подбежав, съемку прервал местный охранник. Весьма агрессивно настроенный. Убери на камеру, что я сломаю. Затем все же сообщил, что здесь уже была полиция и что свалка отходов старая. Скажите, это старые отходы? Да, старые. То есть сюда ничего не возили? Ничего не возили. А сколько лет это уже здесь лежит? Лет пять-шесть лежит здесь, не больше. То есть нового ничего не завозили? Ничего не завозили. Свалку отходов обнаружили активисты общественного фонда экологической инспекции. К общественникам обратились жители близлежащих населенных пунктов, сообщив, что сюда регулярно ездят КАМАЗы с медицинскими отходами. Первый выезд активистов совершили на днях. Все подтвердилось. Тогда же кто-то начал сжигать мусор. Открытым способом все зафиксировали. На обратном пути защитники природы встретили владельца этой территории. Он сказал, что эти отходы еще находятся давно у него, от предыдущего владельца. То есть если надо, он приберется. Однако словам владельца территории противоречат маркировке на бутылках и колбах препаратов. Они датированы 2016 и 2017 годами. Но больше всего активистов встревожило то, что здесь в большом количестве находятся и куда более опасные вещества. Лампы ртутные, дневного света, ведра какие-то желтые, большие пластиковые канистры белые. Это непонятное вещество? Да, непонятное вещество. На ведрах было написано отходы класса ГА. Класс ГА – это вредные отходы, которые должны выничтожаться в специальных заводах. Класс ГА обозначает наиболее токсичную группу веществ. Такие отходы могут нанести серьезный вред окружающей среде и здоровью человека. На месте уже побывала специально созданная рабочая группа, состоящая из представителей природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и госинспекции по экологии. Все зафиксировано – взяты пробы грунта. Адреса учреждений здравоохранения, чьи препараты обнаружены, выявлены. Нарушителю, который складировал и пытался сжечь опасные отходы, грозит как минимум штраф. В худших для них случаях, если выявим большое количество загрязняющих веществ в почве, в компонентах окружающей среды, и будет насчитан существенный ущерб окружающей среде, то будем настаивать, чтобы полиция возбудила уголовное дело. А это до двух лет тюрьмы. Ответ на вопрос, какой вред нанесен природе, дадут итоги экспертизы. Они будут известны через три недели. Мы следим за развитием ситуации. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Горячая вода затопила центр города. Коммунальная авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Крисаново. Как пояснили в компании ПСК, во вторник около пяти часов вечера на трубопроводе возник дефект. Проще говоря, прорвало трубу. Сейчас на месте работает оперативная бригада. Сотрудники компании выясняют масштаб происшествия. Аварию обещают устранить в ближайшее время. Чистота спасет мир. Участники общегородского субботника, который прошел в минувшие выходные, в этом уверены. Для наведения порядка на улице Перми вышли работники предприятий, школьники, студенты, сотрудники городской и районных администраций. В этом году субботник особенный. Он прошел под эгидой года экологии в России. Репортаж Евгении Караксиной. Субботник – это уже нечто большее, чем добровольная уборка территории. Это мероприятие, связующее несколько эпох и поколений, говорят участники Совета ветеранов Мотовилихи, которые вышли облагородить родной район в тандеме со школьниками. Общий труд – это язык, на котором общаться легко и интересно. Это у нас Совет ветеранов Мотовилихинского района. Вот это все здание. Вот мы приводим в порядок его и территорию вокруг. Но нам очень приятно, что нам еще и дети помогают. И внутри моем тоже окна. Как-то всем приятно, когда чистота вокруг. Субботник – дело сугубо добровольное. Одними из первых на уборку городских улиц вышли работники заводов, учащиеся образовательных учреждений и сотрудники городской администрации, которые наводили порядок у памятника Татищеву в сквере у Пермского дома народного творчества на склоне реки Данильхи. А также очищали набережную Камы от листвы и следов нерадивых отдыхающих. Набережная, понятно, почему мы ее выбрали. В прошлом году сдали, в этом году будем продолжать ее развивать. Поэтому, конечно, интересно самим сюда выйти. Все-таки еще сказать в очередной раз, чисто не там, где убирают очень быстро, а чисто там, где не мусорят. Преобразилась и территория у театра оперы и балета. Там наводили порядок сотрудники краевой администрации. Это же больше стало традицией. Вот наступает апрель, конец апреля, и всем хочется прибраться. Прибраться в своей квартире, в своем дворе, прибраться в городе. И не знаю, нам всем кажется, что это такое красивое объединяющее дело, что у нас не возникает вопросов даже идти или идти на субботник. В ходе общегородского субботника на полигон было вывезено более тысячи камазов мусора. Финальные аккорды весенней уборки все же за подрядчиками. Сейчас на улице Перми выводят летнюю уборочную технику, пылесосы и поливомоечные машины. Параллельно продолжается очистка остановочных комплексов от объявлений и граффити, помывка памятников и других городских объектов. Евгения Караксина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. За достойную работу, зарплату и жизнь на первомайскую демонстрацию в Перми вышло 44,5 тысячи человек. Среди них представители промышленных предприятий, сферы образования, здравоохранения, культуры, государственных учреждений и коммерческих структур. По уже сложившейся традиции, одной из самых представительных колонн сформировали пермские нефтяники. Празднование 1 мая лукоиловцы провели под девизом бережного отношения к окружающей среде. Репортаж Елены Яговцевой. За чистое прикамье. Традиционную красно-белую экипировку колонны лукоила органично дополнил зеленый цвет, символизирующий год экологии в России. Пермские нефтяники ведут активную работу по защите окружающей среды. Разработана стратегическая программа на ближайшие 5 лет. Это не только год. Этот мы будем работать и все последующие годы. На улучшение условий своего труда, на то, чтобы оборудование работало безотказно. Ну и мы покажем, что такое нефтяники в прикамье. Не зря же мы являемся одной из столпов, на котором держится бюджет Перского края. В шествии участвуют более 2000 нефтяников из 11 организаций группы «Лукоил» в Пермском крае, а также основных подрядных предприятий. Колонну традиционно возглавили молодые семьи с детьми в колясках, как символ развития энергии и добра. Украшением шествия стали большие буквы с названием компании и макет земного шара, окруженный узнаваемыми символами Перми. «Лукоил» – это не только достаточно серьезная организация. «Лукоил» – это в первую очередь люди. И мы всегда горды были нашими людьми. Планы выполняем, все, которые в задачи поставлены, выполняем. Коллектив у нас дружный, настроение прекрасное. В этом году даже такое хорошее совпадение. 88 лет со дня добычи нефти в Пермском крае сегодня стартует 88-я ликотлетическая софета на приз газеты «Звезда». Вот видите, какое хорошее совпадение. Энергию природных ресурсов – о благо человека. Для прикамских нефтяников праздник весны и труда имеет особое значение. Руководство «Лукоила» работает в тесной связке с профсоюзом предприятия. Достойная заработная плата, социальные гарантии и льготы позволяют сотрудникам компании чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На Октябрьской площади колонна организации группы «Лукоил» в Пермском крае. С первого мая вас, друзья! Ура! Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Боги едут в командировку. Коллекция пермской деревянной скульптуры отправляется на Дальний Восток. 16 мая во Владивостоке открывается выставка «Коллекционируя Россию. Пермские боги». На ней будет представлено 35 предметов. В постоянной экспозиции Пермской галереи никаких изменений не будет. Все экспонаты из фондов музея. Дальневосточная выставка будет работать до середины августа. А в сентябре ее смогут увидеть в Хабаровском краевом музее. В Пермь коллекция вернется только в конце октября. Не Ромео и не Джульетта в Перми замахнулись на Вильяма нашего Шекспира. Причем спектакль, который ставят в театре сцена «Молот», не рекомендуют смотреть детям до 18. С некоторыми деталями премьеры познакомился Олег Романов. Никаких пыльных париков, бархата и высокого слога. Истинные чувства и азартная молодость. Вот то, на чем построен спектакль. Да и само действие разворачивается не в эпоху Средневековья. Сегодня, сейчас, здесь придуриваться о том, что мы в 16 веке не будем. Все равно нам никто не поверит. Зритель ходит в театр не для того, чтобы увидеть. В крайнем случае, можно взять и посмотреть в интернете, что такое Верона, где этот балкон. Это не пересказ сюжета Шекспира, который знают абсолютно все образованные люди. Это попытка нашего сегодняшнего обнаружения, что у нас от этого великого автора осталось, что осталось в нас. Ты мой тортик бисквитный, люблю я тебя. Сюрья, тыска моя, не могу без тебя. Взглянуть на великого автора и великий текст с неожиданной стороны и подать произведение публике в непривычном свете. Такую задачу пытаются решить в театре сцена «Молот». Даже роли Ромео и Джульетты переходят от актера к актеру. Это не Ромео, не Джульетты. Какие они Ромео, какие они Джульетты? Они вот бегают с гаджетами в руках. У них сознание клиповое. Они не способны чувствовать такой длительностью. Или способны. Или мы чем-то богаче наших авторов. Или мы направлены в другую сторону. Мы как? Как мы с ними соотносимся? Вот главный вопрос. Комедия, фарс, мюзикл и трагедия в одном флаконе. В этом спектакле перемешалось все. Новаторский пересказ шедеврального произведения английского драматурга представят на суд зрителя 3, 4 и 11 мая. Олег Романов, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.